Слава Тебе, Слава Твою, Христе Божьей, Грибиня, Ша, Твоя и Градия, Удрю, Господь, Ольга, Страданье, Убор, Разумеет, Вольная, Вера, Лежа, Проповедя, И Рокуты, Симой, Симой, Чесия, Аминь. Слава Тебе, Христе Божье, Упование наше, слава Тебе. Слава Тебе, Сынам, Докуя, Недей, Преслон pai,公 remain. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Песня. Благородный Борис. Господи, истинный Бог наш, молитвим при чистой, на Матери всех святых помилует и спасет нас, всяко благо человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Беседы святителя Иоанна Златоустова на сегодняшнее празднество. Итак, взяв вербовных первоапостолов, возвел их на гору высокую одних и преобразился пред ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья с ним беседующие. Евангелие от Матфея, 17 глава. Почему Христос берет только этих учеников? Потому что они превосходили прочих. Петр с сильной любовью к Иисусу, Иоанн особенно любовью к нему и Иисуса, а Яков ответом, который он дал вместе с братом своим, можем испить чашу сию. И не одним ответом, но и делами, как другими, так и теми, которыми он оправдал свои слова. Для чего же Иисус не тотчас возводит их? Для того, чтобы прочие ученики не пришли в смущение. Потому что он не говорит даже и об именах тех, которые взойдут с ним на гору. В противном случае, прочие ученики сильно пожелали бы следовать за ним, чтобы видеть образ будущей славы. И воскорбели бы, как будто презренные. Хотя Христос намеревался показать славу свою и чувственным образом. Однако же и это было для них вожделенно. Для чего же тут являются Моисей и Илья? На это можно много представить причин. И во-первых, так как одни из народов почитали Христа за Илью, другие за Иеремию, и иные за какого-нибудь из древних пророков, то и являются главные пророки, чтобы видно было различие рабов от Господа. И то, что Петр справедливо похвален за исповедание Христа Сыном Божьим, можно указать далее и вторую причину. И здесь иудеи часто обвиняли Христа в преступлении закона и в богофульстве, будто бы он похищал славу Отца, ему не принадлежащую. Поэтому, чтобы показать, что оба обвинения произошли от зависти, а он свободен и от того, и от другого. То есть, что он ни закона не приступил, ни славы, не принадлежащие ему, не присвоил, называя себя равным Отцу. Он представляет мужей, прославившихся, и исполнением закона и ревностью к славе Божией. И вот голос из облака глаголющий, «Сея, Сын мой возлюбленный, которым мое благоволение». Его слушайте. Когда Бог изрекает угрозы, тогда показывает мрачное облако, как, например, на горе Синайской. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору. Восходил от нее дым, как дым из печи. Здесь же, поскольку он имел намерение не устрашить, а научить, является светлое облако. И в то время, как Петр сказал, сделаем три кущи, сам он показал сеть нерукотворную. Вот почему там курение и дым печной, здесь свет неизвеченный и голос. Потом, чтобы показать, что не просто говорит об одном из трех, но именно о Христе, прочие двое, когда раздался голос, удалились. Потому что если бы сказано было просто о ком-нибудь из них, то по удалении двоих не остался бы один Иисус. Почему же облако осенило не одного только Христа, но всех? Если бы оно осенило одного Христа, то можно было бы подумать, что голос происходил от самого Христа. Потому и евангелист, предотвращая это самое, говорит, что голос был из облака, то есть от Бога. Что же говорит голос этот? «Се есть Сын Мой возлюбленный». Если же Иисус есть Сын Возлюбленный, то не бойся, Петр. Тебе уж нужно было знать и могущество Его увериться в Его воскресении. Если же ты не знаешь, то, по крайней мере, ободрись голосом Отца. Если Бог всемогуч, как Он и действительно таков, то и Сын всемогуч. Поэтому не бойся угрожающих опасностей. Если же ты все еще не соглашаешься, то, по крайней мере, рассуди, что Он есть Сын. И Сын любимый. «Се есть Сын Мой возлюбленный». Если же Он любимый, то не бойся, кто погубит того, кого любит. И так не смущайся, хотя бы любовь твоя к Нему была безмерна, но ты, не любящего так, как любит родивший Его, который о Нем благоволит. Аминь. Завтра 8 часов молитвы. В этом воскресении я буду в городе. А на Успение 28-го здесь будет у нас литургия, Божественная литургия. Храни всех Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова